Рамадан – месяц щедрости, великодушия и побед. Хвала Аллаху Господу миров, который говорит в своей священной книге «Алладзина юнфикуна амвалахум биллэйли ваннахари сирраму ааланья, фаллахум аджурхум инду раббихим вала хавфун алейхим валахум яхзанун». Тем, кто расходует свое имущество ночью и днем, тайно и явно, уготована награда у их Господа. «Они не познают страха и не будут обчалены». Суракарова, аят 274. «Я свидетельствую, что у меня Божество, кроме единого Аллаха, у которого онится товарища, и свидетельствую, что наш господин пророк Мухаммад, его раб и посланник, который в достоверном хадисе сказал, «Каждый день, когда рабы Аллаха просыпаются утром, с небес обязательно спускаются два ангела, один из которых говорит, «О Аллах, даруй возмещение тому, кто израсходит из своего имущества», другой же говорит, «О Аллах, дай потери тому, кто удерживает свое имущество». Да благословит Аллах пророка Мухаммада, его семейство, сподвижников и тех, кто последовал за ними искренне вплоть до Судного дня. А затем, Поистине, ислам – это религия ценностей, идеалов и морали высокого уровня, среди возвышенной этики, которой наша чистая религия призывает щедрость, которая служит одним из нравов посланников и прекрасных качеств праведных. С помощью щедрости преобладает среди людей любовь, привязанность, дружба и братство, в результате чего создается сильное и сплоченное общество, основанное на солидарности и пожертвованиях. Создается такое общество, где царят искренность и преданность. И достигаются следующие слова пророка, дабы благословить его Аллах и приветствовать, «Верующие любят друг друга, милосердны друг другу и сочувствуют друг другу так сильно, что они подобны единому телу. Если один из органов недомогает, то все тело отзывается на это бессонницей и горячкой. Кроме того, щедрость – это один из атрибутов Аллаха, слава Ему и величия, и одно из Его прекрасных имен. Всевышний Аллах есть щедрый и дарующий в изобилии, чьи врата не закрываются и великодушие не иссякнет. Он не отвергает того, кто просит Его, и не разочаровывает кого-либо, кому дает свою надежду. Посланник Аллаха, дабы благословить его Аллах и приветствовать, сказал, «Поистине, Аллах великодушен и любит великодушие, и Он любит высокие нравы и ненавидит дурные». Посланник Аллаха еще сказал, «Поистине, Аллах великодушен и любит великодушие, Он щедрый и любит щедрость». А также в богооткровенном хадисе говорится, «О, раби мои, все вы были заблудшими, кроме тех, кому указали о правильный путь. Так просите же меня направить вас на правильный путь, и я направляю вас. О, раби мои, все вы останутся голодными, кроме тех, кого накормлю я. Так просите же меня накормить вас, и я накормлю вас. О, раби мои, все вы останутся ногами, кроме тех, кого я одену. Так просите же меня одеть вас, и я одену вас. О, раби мои, поистине грешите вы ночью и днем, а я прощаю все грехи. Так просите же меня о прощении, и я прошу вас. О, раби мои, если бы первые и последние из вас люди и джинны, Встали на одно место и попросили меня о чем-нибудь, а я дал бы каждому то, о чем он просил, это уменьшило бы имеющийся у меня настолько же, насколько игла, опущенная в море, уменьшает количество его воды. Наш пророк также сказал, «Рука Аллаха полна, и не опустощать ее непрерывной траты ночью и днем. Разве вы не видите, сколько израсходовал он с тех пор, как создал небеса и землю? Однако, поистине, это не уменьшило того, что есть в его руке». В священном Коране показано, что щедрость служит одной из моралей пророков и посланников. Всевышний Аллах в истории об Ибрахиме рассказал, «Тебя рассказ о почтенных гостях Ибрахима. Вот они вошли к нему и сказали, «Мир тебе!» Он сказал, «И вам, мир, люди незнакомые!» Он направился к своей семье с опаской и принес жирного теленка. Он придвинул его к ним и сказал, «Не отведайте ли!» Так, благодаря своей щедрости и великодушию, он получил прозвище «Отицы гостей». Между тем, Всевышний Аллах поощряет нас проявлять друг другу щедрость и великодушие, чтобы мы заслужили его щедрость и изобретенной милости. В Коране говорится, «И будешь не сходить мне?» «Развив не желаете, чтобы Аллах простил вас, Аллах прощайши миласирдни». Сурас Витт, Аят 22. «Мثал الذين ينфقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبعة сенаبل, في كل سنبلة مئة حبة, والله يضاعف لمن يشاء, والله واسع عليم». Притчей о тех, кто расходит свое имущество на пути Аллаха, является притча о зерне, из которого выросло семь колосьев, и в каждом колосье по сто зерен. «Аллах увеличивает награду, кому пожелает Аллах объемлющи, знающи». Суракарова, Аят 261. «Благочестие состоит не в том, чтобы вы обращали ваши лица на восток и запад, но благочестие в тот, кто уверовал в Аллаха в последний день, в ангелов, в Писании, в пророков, кто раздавал имущество, несмотря на свою любовь к нему, родственникам, сиротам, бедным, путникам и просящим». Суракарова, Аят 177. «Воиطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً». «Инما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكوراً». «Иنا نخاف من ربنا يوماً عبوساً قمطريراً». «Фوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا». «Они дают пищу беднякам, сиротам и пленникам, несмотря на любовь к ней. «Они говорят, мы кормим вас лишь ради лика Аллаха и не хотим от вас ни награды, ни благодарности. Мы боимся от своего Господа того мрачного и томительного дня. Аллах защитит их от зла того дня и одарит их просветанием и радостью». Сурак человек. «Наш Пророк, мир ему и благословение Аллаха, говорит, «Расходуй, то есть раздавай милостыню, и Аллах одарит тебя благами». «Рамадан всегда был и останется месяцем огромной щедрости, великодушия и солидарности». «Сообщество, что Ибн Аббас да будет доволен ими обоими, Аллах сказал, «Посланник Аллаха да благословит его Аллах и приветствует, был щедрейшим из людей, а наибольшую щедрость проявлял он в Рамадане, когда с ним встречался Джибрил. Во время Рамадана Джибрил встречался с ним каждую ночь, изучая вместе с ним Коран. И поистине, когда посланник Аллаха да благословит его Аллах приветствует, встречался с Джибрилом, он был более щедрым на все благое, чем вольный ветер». «Наш пророк, мир ему, благословение Аллаха, сильно призвал нас угощать едой других, сказав, «О люди, распространяйте мир, кормите других, молитесь по ночам, когда остальные люди спят, и вы войдете в рай с миром». Он да благословит его Аллах и приветствует, также поощряет нас проявить гостеприимство и оказывать гостям почет, говоря, «Тот, кто веровал во Всевышнего Аллаха и Иисусу Дни Ден, пусть окажет уважение своему гостю». Таким образом, посланник Аллаха да благословит его Аллах и приветствует, показывает, что за угощение других едой и оказание почета гостям в течение данного месяца получаются высочайшие награды и величайшие вознаграждения. Наш пророк, миримый благословение Аллаха, говорит, накормивший постящегося получит такую же награду, как и сам постящийся, но при этом награда постящегося нисколько не уменьшится. Эта награда предназначена для всех, кто предлагает постную еду постящемуся, будь то богатый, бедный, родственник, друг или кто-то другой. Это потому, что слово «постящийся» употребляется здесь в неопределенной форме, что указывает на общность и универсальность. Ведь в дополнение к кармелину бедных и удовлетворению их потребностей есть еще одна шариатская цель, извлеченная со слов пророков, пророка, миримого благословения Аллаха, а именно углубление, взаимодействие и укрепление связи между людей в течение месяца благочестия и привязанности, при помощи теплого собрания за столом семьи, фамилий, друзей и коллег. Более того, речь в данном хадисе идет о любом, кто на самом деле предлагает постную еду постящемуся, либо прямо приглашая его на ифтар, то есть в вечерний прием пищи, или предоставляя ему еду, либо косвенно давая ему милостыню или деньги. Таким образом, хадис нацелен на двойную цель, с одной стороны, социальную солидарность, чтобы среди нас в течение этого месяца не было голодных, нищих или лишенных людей, а с другой стороны, реализацию близости и укрепление социальных связей между людьми, особенно в течение месяца Рамадан. Сподвижники, да будет довольны, и мы всеми, Аллах, поразили нас лучшими примерами щедрости, самоотверженности, самоидынижного пожертвования ради удовлетворения Всевышнего Аллаха, особенно во времена невзгод и бедствий, в целях достижения солидарности, сотрудничества и сострадания. Пророк, да благословите его Аллах, и приветствует похвалил ашаритов за их взаимную солидарность и сотрудничество, сказав, «Поистине, когда у ашаритов возникали затруднения с едой во время военного похода, или когда им не хватало еды для детей в Медине, они складывали все, что у них было, на один кусок ткани, а потом поровну делили собранной между собой, отмеряя каждому его долю одним и тем же сосудом. Они такие же, как я, а я такой же, как они». Сообщество, что Анасиб Немалик, да будет доволен им, Аллах сказал, «Из всех ансаров Абуталха владел в Медине наибольшим количеством феник пал, а больше всего из его имущества он любил бируху, находившись ее напротив мечети, куда часто заходил посланник Аллаха до благословения его Аллаха и приветствует, чтобы испить там хорошей воды». Анасиб сказал, «А когда был из послан аят, в котором сказано, «Вам никогда не обрести благочестие, если не будете вы расходовать из того, что любите». Сура семейства Имрана, аят 92. Абуталха подошел к посланнику Аллаха, да благословите его Аллах, и приветствует, и сказал, «О посланник Аллаха, поистине Всеблагой и Всевышний Аллах говорит, «Вам никогда не обрести благочестие, если не будете вы расходовать из того, что любите. А самым любимым из принадлежащего мне является бируха. Так пусть же она станет садакой, то есть милостенью ради Аллаха. Я же надеюсь, что благодаря ей обрету благочестие и сделаю себе запасу Аллаха, «Используй ее, о посланник Аллаха, так, как тебе укажет Аллах». На это посланник Аллаха, да благословите его Аллах, и приветствует, и сказал, «Прекрасно! Это имущество принесет доход, обязательно принесет. Я слышу твои слова, и поистине я считаю, что тебе следует отдать ее своим родным и близким». Абуталха сказал, «Я сделаю это, о посланник Аллаха». А потом он разделил ее между своими родственниками и сыновьями своего дяди. По словам Ибн Умара, да будет доволен имя, або имя Аллах, один из подвижников, посланника Аллаха, да благословите его Аллах, приветствует, получив подарок. «Овцу сказал, мой брат мусульманин и его дети больше меня не ждутся в ней». И он ему послали ее. И тот брат, в свою очередь, послали ее иному, и так далее, пока эта овца не была перенесена по семи домам. Наконец-то она вернулась к первому, в следствии, чего он из послан следующий аят. «Они отдают им при почтении перед собой, даже если они сами нуждаются». Сура собрания, аят 9. Так, «С подвижники, да будет довольны ими всеми, Аллах ищительно соревновался в деяльных щедрости и великодушия и стремились к пожертвованиям в ответ на приказы священного Аллаха и повеление своего пророка Мир ему и благословения и в надежде на получение у Аллаха награды, уготованной для щедрых людей». Как же нам нужно придерживаться такой великой этики далеко от всех форм скопости и эгоизма? В этой связи наш пророк Мир ему и благословения Аллаха сказал, «Не уверовал в меня тот, кто заснул сытым, зная о том, что рядом с ним находятся голодные соседи, а также, о сына дама, если ты будешь расходовать излишек своего имущества, это будет лучше для тебя, а если ты станешь удерживать его возле себя, это обернется для тебя злом. Однако ты не заслуживаешь приемка за пропитание, необходимое для поддержания жизни. Начинай расходовать в первую очередь на того, кого ты обязан содержать. Я знаю, что высшая рука лучше нищий. А также, у кого есть лишний верховый животный, пусть отдаст его тому, у кого нет верхового животного. У кого есть излишних запасов, пусть отдаст их тому, у кого нет запасов. Вот что я хотел бы сказать. Я прошу Аллаха прощения и для меня, и для вас. Хвала Аллаху, Господи Миров, мир и благословение Господину всех людей, пророку Мухаммаду, его семье, сподвижникам и всем, кто последовал за ними вплоть до Судного дня. О, мои братья в исламе. Поистине, самопожертвование считается одной из самых высоких форм щедрости, ибо оно есть прекрасное качество великодушных и достоинства благородных. Кроме того, самопожертвование является высшей степенью альтруизма и самым дорогим видом бескористности. Поэт говорит, своей душой он жертвует, однако скряга жалеет, величайшей степенью щедрости самопожертвование обладает. Одними из величайших форм щедрости служат усилия солдат-хранителей границ, которые защищают свою родину, землю, семью и честь, проявляя хорошую терпливость и стремясь к божественному возмездию. Фасанак Аллаха да благословите его Аллах и привычествует, сказал, один день, проведенный на страже на пути Аллаха лучше этого мира и того, что в нем. А также двухглазный коснется огонь, глаза плакавшего от страха перед Аллахом и того глаза, который провел ночь на страже на пути Аллаха. Пророк Мухаммад еще сказал, если стопы раба были покрыты пелью на пути Аллаха, то огонь не коснется их. Тем самым самопожертвование обеспечивает успех человека как в мирской жизни, так и в последней. Аллах священно говорит «Я айюга ладзина аману смыру васаберу варабиту ватта куллах лаалакум туфлихун» «О те, которые уверовали, будьте терпеливи, запасайтесь терпением, несите службу на заставах и будьте с Аллаха, быть может, вы преуспеете». Сура семейства имрана аят 200 «Рамадан, безусловно, есть и месяц побед, ведь в этот месяц верующие добились победы в Великой Битве при Бадре. Аллах шидря даравал мусульманам билостат ќпабиду не смотрия на их ни Бошу калийчиства и ни Достатак байби пасиф». Свящный говорит «Волакад я насаракум Аллаху Бедрин وأنتум أذилла фатта куллах лаалакум ташкурум из тقول лил мумнин Аллах яквий кум ой юмиддакум رабукум бі ثылась Алаф мин обалайки Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В месяц Рамадан произошло завоевание Мекки мусульманами в 2008 году после переселения в Медину. Тогда пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, дал лучший пример добрых нравов, особенностной сходительности, прощения, терпимости и милосердия. Он, да благословит его Аллах и приветствует в день захвата Мекки, собрал тех, кто причинал ему столько страданий, вынудил его уйти из Мекки и составил заговор, чтобы убить его. Он спросил их, что вы думаете, я с вами сделаю? Они все воскликнули, щедрый брат, сын щедрого брата. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, тогда им сказал, идите своей дорогой, вы свободны. 10 рамадана 1397 года по исламскому календарю, что соответствует 6 октября 1973 года, произошла война величия и достоинства. При этом Аллах даровал успех нашим храбрым вооруженным силам, когда смогли разрушить легенду об армии противника, который утверждал, что она непобедима. Наши доблестные солдаты нанесли врагу мощный удар, что принудило его свихнуться, сдержало его высокомерие и заставило весь мир уважать Египет и его вооруженные силы. Лозунгом египетских воинов был Аллах величайший. При этом они соблюдали пост, совершали начинные молитвы, читали Коран и обращались к Аллаху с искренними молбами. Вот почему сокрушительная победа осуществилась, и агрессоры были изгинаны. Это нам напоминает о том, что наши вооруженные силы и наш дорогой Египет предоставили благородных мучеников, которые своей благородной кровью поливали территорию Отечества, чтобы защитить религию, страну, землю и честь. Наши храбрые вооруженные силы остаются предохранительным клапаном для нашего дорогого Египта, нашей арабской и исламской нации, а также верный народ Египта продолжает вести благородную войну против сил терроризма и зла, все еще приносит новые жертвы каждый день, чтобы защитить безопасность, мир, достоинство и величие Родины и стремиться получить шахаду так же, как другие заботятся о жизни. Египетский народ совсем готов заплатить стол дорогой ценой для того, чтобы защитить землю этой страны и отрезать руку любому злодею, который хочет создать угрозу безопасности или стабильности Родины. Видно, в протяжении всей истории Египта представляют собой щит и меч нации. Да история лучший свидетель. О, Аллах, внуши нашим душам богобоязненность и очисти их в эти лучи из очищающих. Ты их хозяин и покровитель.